Увеличивайте силу, позаботившись об оптимальном уровне витамина D. Пришло время обратить внимание на свой статус витамина D, поскольку новое исследование показывает непосредственную связь между уровнем этого нутриента и мышечной силой мужчин и женщин всех возрастов. В ходе данного исследования было обнаружено, что у здоровых мужчин и женщин в возрасте от 20 до 76 лет статус витамина D тесно связан с уровнем мышечной силы. Интересный момент заключается в том, что более высокий статус данного нутриента оказался связан с более высоким уровнем изометрической и изокинетической силы рук, но при этом лишь с повышенной изометрической силой ног. Ученые объясняют это тем, что в ходе эксперимента витамин D взаимодействовал с мышечными волокнами бицепсов типа 2, гораздо эффективнее, чем с волокнами квадрицепсов. Кроме того, многие свидетельства, полученные ранее, подтверждают, что витамин D воздействует на силу и размеры мышечных волокон типа 2 гораздо сильнее, чем на волокна типа 1. К примеру, было установлено, что дефицит витамина D воздействует непосредственно на волокна типа 2 и тем самым может вызвать мышечную дисфункцию и атрофию, если уровень этого витамина опустится ниже 30 нанограмм на миллилитр. В ходе одного исследования с участием пожилых женщин, страдающих клиническим дефицитом витамина D, уровень ниже 15 нанограмм на миллилитр у испытуемых с дефицитом, была отмечена более выраженная атрофия мышечных волокон типа 2 в ягодичных мышцах по сравнению с теми, у кого наблюдался адекватный статус этого витамина. Еще одно исследование показало, что получение 1000 микроединиц витамина D пожилым женщинам с дефицитом этого нутриента вызвало рост мышечных волокон типа 2 в литеральной широкой мышце бедра, который в среднем составил 96,5%, а это в свою очередь помогло понизить частоту потения на 59%. Полученные результаты поражают, поскольку указывают на простой способ профилактики возрастной потери мышц и улучшения подвижности, который заключается в поддержании адекватного статуса витамина D. Кроме того, с точки зрения спортивной результативности, этот факт подчеркивает необходимость получения адекватного объема витамина D, не в зависимости от возраста ради поддержания мышечного развития и сжигания подкожного жира. Возможно, связь адекватного уровня витамина D и сжигания подкожного жира покажется вам притянутой за уши. Однако, нам известно, что дефицит этого витамина может вызвать у молодых здоровых женщин аккумуляцию жира в мышцах. Кроме того, исследования показывают, что люди с более высоким уровнем витамина D чаще всего имеют более низкий уровень висцерального и общего подкожного жира. Еще одна причина тесной связи между витамином D и силой рук, а не силой ног, должно быть заключается в антрогенном эффекте этого витамина. Недавно проведенное исследование с участием мужчин среднего возраста показало, что ежедневное потребление витамина D повысило и у испытуемых уровень тестостерона, что в свою очередь помогло обеспечить более выраженный эффект синтеза тканей в верхней части тела по сравнению с нижней. Ученым пока неизвестна точная причина, по которой витамин D повышает уровень тестостерона, однако они предполагают, что этот витамин ослабляет ароматизацию тестостерона в эстроген. Таким образом сделайте все возможное для того, чтобы получать адекватный объем витамина D, а также регулярно проверяйте его уровень в крови зимой. Это простой способ позаботиться о максимизации тренировочных результатов. Как оказалось, эффект витамина D на человеческий организм даже существеннее, чем считалось прежде. Поскольку новые свидетельства показывают, что он поддерживает не только силу и размеры мышечных волокон типа 2, но и уровни гормонов. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok